Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 сентября и погода нам сегодня позволяет. Вот вышли полностью одеты, я еще носки шерстяные не сняла, но уже сняли куртки, сняли теплые кофты. Позволяет поработать еще в огороде. И, как вы понимаете, в мороз и холод не очень хочется ходить снимать видеоролик. А сейчас я сниму видеоролик, потому что погода позволяет, да и вопросов много про сидираты. Вот смотрите, осенняя подготовка грунта волнует очень многих, но я и в прошлом году, и в позапрошлом говорила, что ведь много вариантов подготовки грунта. Можно полностью, если заморочиться, полностью сделать первое, второе, третье, четвертое. Вот что я буду делать нынче в этом году. То есть я буду и делать раскисление почвы. И посев сидиратов, и потом перекопку сидиратов, и добавление суперфосфата через месяц после добавления вот этой раскислителя. И буду разбрасывать куриный помед. То есть буду делать все, чтобы весной мне ничего не делать, чтобы руки себе освободить. Но ведь есть люди занятые. Вот когда я занималась работой официально, очень интенсивно, с утра до вечера на работе, не всем есть время вот так вот заморачиваться и делать этап за этапом. Конечно, можно облегчить себе труд. И я хочу вам сказать, что вот по своему опыту я знаю, самый легкий, самый простой способ восстановления почвы, повышения плодородия почвы, это просто посев сидиратов. Все, что вам нужно, вы можете потом весной там добавить, в луночку отдельно можете добавить, можете не добавить. Но посев сидиратов, это уже, если вы просто рассыпите сидираты, и они вырастут, это уже растения вам скажут спасибо. Я не буду углубляться в научные какие-то там обоснования, просто все знают, что если мы год за год высаживаем, например, вот как я, томаты на одном месте, то почве нужно как-то восстанавливаться, как-то нужно ее структуру улучшать. И вот сидираты делают это как нельзя лучше, и способ самый простой. Во-первых, они пока растут, опять же не буду вдаваться в научные, я читала много, но повторить это не могу. Они когда растут, вот у них эти корни, корневая система что-то там делает, и там создаются вот эти питательные комплексы, которые потом растениям нашим очень важны, очень нужны. То есть даже истощенная почва будет намного лучше давать вам урожай после сидиратов. А еще мы же сейчас перекопаем сидираты с землей, и вот эта вот зеленая масса, это будет еще одна подкормка органическая, натуральная, которая тут у нас перегниет, или даже не перегниет. Вот некоторые оставляют в зиму просто так, она замерзает, кто-то потом лесной перекапывает, кто-то не перекапывает, вариантов очень много. Но я хочу сказать одно, что сеять сидираты нужно, и даже вот этот просто посев сидиратов, его можно просто поверхностно раскидать, посев сидиратов хоть с перекопкой, хоть без перекопки, даст хороший урожай на будущий год. А если вы еще добавите все остальное, что нужно, какие-то там удобрения, фосфор, калий, то урожай не заставит себя долго ждать. И вот смотрите, про сидираты. Я сейчас, я говорила в утреннем видео, что сидираты доращиваю вот до такой, не разрешаю никому здесь ходить, Мэри один раз пошла, мы ее поругали, и теперь кошка следит за этим, чтобы Мэри не заходила. А вот сейчас вот в такой, видите, в море зелени, все, пока она не одервенела, пока она не вымахала, мы сейчас ее можем, теперь ее можно примять, могут животные на ней покататься. Я сейчас позову Мэри на помощь, она мне поможет примять, пока мы с ней здесь поиграем, мы примнем. Потом на выходной попрошу мужа, он перекопает, и во время перекопки я добавлю суперфосфат и калий серно-кислый. Что потом буду делать, я покажу. Ну вот первая процедура, которую я делаю, это ополоснула купол, полила все водой, рассыпала сидираты, теперь будем их вбивать в землю. Все. Для того, чтобы уронить сидираты, вот в таком виде их неудобно копать, для того, чтобы уронить, я хочу их немножко примять. Для этого я сейчас позову свою помощницу Мэри. Мэри, Мэри, Мэри. Это что у нас за такой оператор? Уже надо было сразу включать, когда она зашла. Кого ждем-то мы? Так давно хотела она помять сидираты, ей не разрешали, и кошки ее за это наказывали. Мэри, 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 давай дальше, мне что на одном месте-то ты? Ну-ка, подожди. Нам надо помять все сидираты. Вот, давай, давай, давай. А ну, а у нас, да, мы с пониженной социальной ответственностью, еще что, сразу у нас ноги кверху. Ну все, мы сейчас будем с Мэрием вмять сидираты. Мы не хотим, чтобы все видели, как мы это делаем, кувыркаемся здесь. Все, до свидания. Работай, Мэри, работай. Работать, Мэри. Вот счастье-то, наконец-то, дождалась разрешения. Ну-ка, работай, вставай. Работать. Вот так, вот так. Помощница, помощница. Ты помощница моя. И помощница моя. Ну все, через 5 минут работы Мэри. Сидираты были повалены. Теперь можно смочить немножко землю, рассыпать суперфосфат, калий-сернокислый, и перекапывать. Продолжение следует. Ваше. Продолжение следует. Продолжение следует.